Добрый день! Сегодня хотел рассказать вот про такой шипмод 4х4 в виде ромба ДДК-эгра. Выяснилось, что я его, наверное, даже и не собирал ни разу. У меня на полке осталось всего два шипмода 4х4, по которые я не рассказывал. И вот это один из них. Решил достать глэнк для сравнения, и выяснилось, что версия 3х3 никогда не была у меня на канале. К примеру, я не нашёл. Это ромба ДДК-эгра 3х3, а это 4х4. Ну, значит, 4х4 мы рассмотрим как-нибудь в другой раз, а сегодня будет 3х3. Компания Лан Лан. Коробочка такая, без опознавательных знаков. Возможно, даже не от него. Скорее всего, даже точно. И вот такой вот шипмод. Шипмод – модификация стандартного кубика Рубика. Ну, в какой-то другой форме. Честно, даже не помню, чтобы я его когда-то собирал. Лежит давно. Сейчас попробуем. Я нашёл название шестиосный Мегаминкс, но версия 4х4 называется ромба ДДК-эгра. Почему бы не назвать версию 3х3 так же. В российских магазинах посмотрел, ну, в одном продаже нет, но в китайских найти можно. Ромба, потому что ромбики. ДДК-эгра, потому что 12 граней. Но это шипмод, естественно, 3х3. Центры четырёхцветные. Рёбра одноцветные. Уголки трёхцветные. Слой. Ещё слой. И вот так. Будем собирать как 3х3. Но для начала перемешаем. При вращении форму не меняет. Что удивительно. Обычно такие шипмоды превращаются в нечто страшное. Ну, как тут. Давайте соберём. Вращается неплохо. Собирать можно. Ну, какой-нибудь центр надо выбрать. Есть бело-синий-оранжевый. Есть бело-синий-оранжевый опять. Интересно. Расцветка-то я не посмотрел перед сборкой. Но будем по ходу, значит. Центры закреплены на местах, поэтому как-то иначе здесь собрать, наверное, и не получится. Будем пробовать. Соберём сначала крест. Давайте вот возле этого. Как-нибудь вот так. То есть вот это белое ребро. С двумя белыми центрами совпадает по цветам. Сюда нужно, видимо, зелёное. Здесь такое есть. Сюда нужно оранжевое. Поищем. Вот так. Ну и сюда синие. Вот синие есть. Совмещу сразу по цвету. А, ну тут какой-то уже стояло. Ну да ладно. Вот я собрал крест одного слоя. И он даже правильный. Сюда поставим уголки. Боковые центры сразу у меня развернуты правильно. Вон цвета совпадают. Поставим уголки. Для начала их поищем. Это оранжевый, синий, красный. Оранжевый, синий и красный. Попробуем поставить. Подошёл. Да, только красный здесь не должен быть. Это красное ребро было. На цвет здесь должен быть жёлтый. Селемент не тот. Давайте другой. Оранжево, синий и жёлтый. Не вижу такого. Что-нибудь с белым цветом. Вот бело-красно-зелёный. Белый, красный и зелёный. А здесь должен быть белый, синий и красный. Не так просто ориентироваться. Белый, зелёный, жёлтый. Белый, зелёный, красный. Нет. Вот. Белый, зелёный, красный. Но здесь нужен зелёный, оранжево-красный. Белый не нужен. Белый, синий, жёлтый. Ищем и ищем уголки. Ну, я посмотрел, а их тут таких и нет. А значит, собрал я, вероятно, неправильно. То есть, я объединил вот эти два белых центра друг к другу. Наверное, стоило бы, ну, вот эти два. Поэтому развернём. Вот так вот. А, и соберём одна на этом кресте. Сюда нужен ещё оранжевый. Если вот так вот. Сюда центр тоже развернём. Да, видимо, я первый раз это собираю. Не помню такого. Вот. Белый, синий и жёлтый. А бело-синий и жёлтый как раз существует. Значит, уже успех. Проверим. Ага. Но успех не такой, чтобы прям хороший. Уголок имеет те же цвета. Но его так не повернуть. Надо жёлтый, белый менять местами. А это приводит нас к мысли какой. Что нужно, наверное, как-то вот так вот повернуть. Попробуем оттолкнуться от угла. Я тут начал всякое искать. Оказалось, что у нас два бело-жёлто-синих уголка. Да, поэтому если иголка новая для вас, надо сначала внимательно осмотреть. Вот бело-жёлто-синий, вот бело-жёлто-синий. Поэтому возвращаемся к старой стратегии. Я разверну вот эти три центра. Вот. Что-то есть. И сюда вставлю какой-то бело-жёлто-синий уголок, который мне подойдёт. Какой-нибудь вот такой. Вот. И он будет нашей отправной точкой. Сейчас дособерём крест оставшийся. Здесь надо зелёный какой-то элемент. Сюда оранжевый. В общем-то было не так уж и сложно. Главное было посмотреть сразу, что у нас есть похожие элементы. Собрался крест. Синий, белый, зелёный, оранжевый. Один уголок стоит на месте. Найдём вот такой. Белый, зелёный, красный. Он, кстати, есть. И этот даже подходит. Тут его и оставим. Так. Сюда нужен. Как раз вот такой. Но нужно его развернуть. Ну, просто пик-пак и покрутим. Так. Не той стороной. Ещё парочку. О! Вместе с ребром встал. Сюда нужен жёлто-синий-красный. Опять этот же элемент нужно развернуть на своём месте. Ещё. Вот так. Ребра нет. Получается первый слой готов. Вставляем сюда ребра. Рёбра симметричны. Поэтому псевдопаритет возможен. Это ребра сюда. Ну, и смертный для начинающих. Логарифм такой. Так. Жёлтый. Сюда красный. Да. И готовы уже два слоя. Дальше. Ну, этап ориентации здесь быть не может. Так как ребра симметричные. Их разворачивать не надо. Можно переставить. Делать это лучше, наверное, рыбками. Рыбка против часовой стрелки перемещает нам элементы. Ну, и сделаем одну рыбку, пока ни один на месте не стоит. Так. А, вот так. Криво стояло. Сейчас кто-то должен встать на место. Вот этот. Подведем к своему центру. И ещё раз нужно переставить. Ну, теперь по часовой делаем рыбку слева. Так. Ну, все это прийти, оказалось, что быть тоже не может. Так как этап ориентации ребер у нас исключён. Поэтому расставляем углы по местам. Этот не на месте. Этот нет. Этот нет. Этот нет. Возьмём к себе. И просто делаем аперм. Кто-нибудь достанет. Надеюсь, я не ошибся. Так. Смотрим. Этот нет. Этот да. Ну. Переставляем ещё разок. Так. Ну, теперь все уголки на местах. И это хорошо. Остаётся их просто развернуть. Делать будем это обычным пиф-пафами. Один развернут правильно. Обращаем эту грань налево. Ну, и делаем по два пиф-пафа, пока уголок не развернётся. Один есть. То есть, вернее, два сделал, пока не развернулось. Делаем ещё два. Так, развернулся. Нужно совпадение с этим ребром. Так. Ну, видимо, везде придётся делать по четыре. И ещё один. Ну, вот и всё. Докручиваем. И ромба D-Caider 3х3 собран. В начале даже я растерялся. Да, надо всё-таки осматривать ломку пересборкой. Ну, и подумал, ну, это же шейп-мод 3х3. Что здесь может быть такого сложного? Ну, на самом деле, просто есть похожие элементы, которые легко попутать. Ну, и центры можно развернуть изначально неправильно и не найти нужного уголка. То есть, два белых цвета, два красных, два зелёных, два синих и два жёлтых. То есть, цветов шесть, как в обычном кубике Рубика, но их по две грани. Вот такая вот интересная головоломка. Собирать можно стандартными алгоритмами из кубика 3х3. Псевдо паритетов нет, но есть интересные ситуации. Увидите в продаже, можете попробовать пособирать. Ну, я ничуть не жалею, что перед тем, как собирать 4х4, который я ни разу не собирал, я всё-таки решил рассказать про 3х3. Но 4х4 будет в следующий раз. До съёмки видео тоже собирать не буду. А на этом всё. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok